Всем привет! Вы на канале PONLINE и сегодня будет видео о дизайн-проекте в нашей будущей детской. Для тех, кто первый раз зашел на мой канал, я маму двоих сыновей по годам. К одному моему сыну 3 года почти и второму 1,5. Комната 17 метров и коротко расскажу о том, что я хотела увидеть в этой комнате. По поводу спальных мест мы решили делать два раздельных спальных места. Дети у нас еще достаточно маленькие. Может быть в дальнейшем мы как-нибудь, когда они уже подрастут, может быть и сделаем двухэтажную кровать. Две отдельные кровати, тем более место позволяет. Также мое пожелание было, это шведская стенка обязательно для детей, потому что они у нас гиперактивные. Это очень нужная вещь. У меня в детстве была с сестрой шведская стенка, и мы каждый день ей пользовались, играли, лазили и все остальное. Также мы с мужем решили, что нам нужна стена, окрашенная магнитно-гриппельной краской или как-нибудь по-другому. В общем, чтобы на стене была возможность рисовать мелом и легко ее мыть. В принципе, это все были наши пожелания, которые я перечислила дизайнеру. Ну и, конечно, чтобы детская тоже вписывалась в общий стиль, но, может быть, была чуть ярче. И тут у нас было всего, по-моему, три варианта, которые она нам прислала. Это, конечно, не как мы с кухней долго решали, а намного проще детская подошла, потому что по вкусу мы с ней сошлись. Сейчас я вам вставлю первый вариант. Вот так он выглядел. В принципе, расположение мне нравилось. И то, что за кроватями, если посмотреть, есть две полки под книги, я их хотела использовать. Но при таком расположении кровати у нас оставалось очень мало места для того, чтобы дети лазили как раз. Темный пол мне абсолютно не нравится. Именно в детской, так же, как и на кухне, мы решили, что акцентный цвет должен быть синий или голубой. Ну, в общем, потому что у нас вся остальная квартира в таком сочетании. Услышав все наши пожелания, замечания, дизайнер присылает следующий вариант. Мне он очень понравился. Видите, кровати сделаны в двух нишах, и между ними тоже есть стенка. То есть дети не пересекаются друг с другом. По цветовому решению мне очень понравился пол, вот эти фотообои. Все очень здорово. Но почему я забраковала идею таких кроватей? Потому что, делая нишу, они как бы подразумевают, что они всегда будут там находиться. Дети все-таки растут, и кровати надо будет потом больше ставить. Или если мы захотим в двухэтажную, это же надо все будет ломать. В общем, я попросила дизайнера все-таки сделать два отдельно стоящих кровати домика. Кстати, сейчас ребенок младший у меня еще спит пока в своей кроватке. А вот для старшего мы, как только переедем, сразу же купим вот эту вот кровать повзрослее. В своей кроватке он вырос. Противоположная стена выглядела вот так. Здесь, в принципе, учтены все мои пожелания. Единственное, слишком большая площадь этой черной стены. Вот эти вот рисунки белые, это предполагается, что кто-то уже так нарисовал. Но, понятное дело, так мы все разукрашивать не будем. Поэтому я попросила уменьшить вот эту черную стену. Также, чтобы у нас было место повесить телевизор. В следующий раз дизайнер присылает вот такой вариант. Здесь, как вы видите, уже отдельно стоящие кровати. Просила ее добавить бортики к кроватям, потому что небольшие бортики нам все-таки понадобятся. И вот он, окончательный вариант. Как видите, кровати с бортиками. Вот эта, которая ближе к окну, это кровать для моего младшего сына. И которая дальше, ближе к двери, это для моего старшего сына. Почему я решила делать рулонные шторы, а не обычные? Потому что сейчас у меня дети просто повисают на этих шторах. И никак я не могу их отучить от этого. Они их дергают, играются с ними. И наш карниз, он уже очень сильно провис. Карниз провис. Мы его уже переделывали. Дети опять выдрали его из стены. Поэтому мы решили делать вот такие шторы. Сейчас, на данный период жизни, мы не будем делать такой большой стол. Потому что нет пока в этом необходимости. Но в дальнейшем это будет выглядеть именно так. И два растущих стула, которые у нас уже есть. Очень хочу детям сделать в комнате парящий потолок. Хотела делать звездное небо. Знаете, белый потолок, но с маленькими такими огонечками. И вечером, ночью можно включить, и будет звездное небо. Но посчитав, сколько это стоит, это очень дорого. Будем смотреть, хватит ли нам на парящий потолок. Мы везде будем делать натяжные потолки. И по поводу освещения. Я изначально дизайнера просила делать везде точечное освещение. После того, как она уже сдала нам проект. Мы с мужем на Алиэкспресс нашли вот эту люстру детскую. И она нам очень понравилась. И мы решили, что, наверное, вместо точечного освещения мы сделаем одну вот эту люстру. И парящий потолок. Посмотрим по стоимости, как будет выходить. За кроватями такой оригинальный рисунок обоев. Он делается на заказ. Но дизайнер мне прислала, откуда она взяла этот вариант. И я, в принципе, в любой момент могу сказать, когда нам рабочие скажут. Меряют. И, получается, единым полотном вот так вот раскручивают с одного края до другого. Это очень удобно. Не будет никаких швов. Ну и, в принципе, когда дети подрастут, нам нужно будет отодрать только эту сторону обоев. Остальные будут нейтральны. И не обязательно будут их менять. Детская самая большая сложность, это то, что дети будут расти. Они не всегда будут оставаться такими маленькими. Неизвестно, сколько мы будем жить в этой квартире. Поэтому вот так вот шкаф около стены. Я просила ее делать большой шкаф, чтобы туда уместились абсолютно все детские вещи. У нас их не так много, но все равно. Вот эти полочки мне очень нравятся с ящиками, с дырочками. Очень так оригинально выглядят. И, честно, шкафа вообще не видно. Кажется, как будто это стена. Дальше идет шведская стенка. Там все рассчитано так, что двери легко открываются, не задевают шведскую стенку. Поэтому все нормально. Ну, будут, конечно же, лежать маты внизу. Здесь они не нарисованы. Но это, на самом деле, само собой разумеющееся, что будут маты. Дальше идет часть магнитно-грифельной стены. Как раз на ней скололазательные элементы. Придают небольшой яркости в интерьере. Выглядит прикольно. Дальше, если присмотреться, висит телевизор. Но в ближайшее время, я думаю, мы его не будем вешать. Вот этот замечательный динозавр делается из бумаги. Продается набор. И вы можете самостоятельно такого склеить. Он стоит недорого, по-моему, тысячу рублей. Там есть различные животные. Голова лошади, слон, собака. В общем, разные. Выглядит оригинально, прикольно. Когда Кирилл у меня увидел этого динозавра, он сказал, что вот он будет их защищать. Посмотрите, вот здесь вот есть полочки сбоку. Над столом висят. Я хочу во всю стену до динозавра сделать специальный шкаф для книг. Так он будет примерно выглядеть. Мне очень нравится, когда книги таким образом стоят. Все видно. Легко доставать. Книги, которые мне будет жалко, поставлю повыше. Те, которые будут постоянно в обиходе, будут пониже стоять. По поводу хранения игрушек под кроватками будет два огромных ящика. Они будут храниться там. Также боковые ящики около шкафа, которые я вам уже показывала. Но на самом деле у нас не настолько много игрушек. И если что-то ломается, я все выбрасываю или отвожу на дачу. Полы у нас везде. В квартире будут из кварц виниловой плитки. Они теплые сами по себе. То есть это не плитка именно. Это больше похоже на как резанный линолеум. Только очень хорошего качества. И он собирается точно так же, как ламинат. Ламинатная доска. То есть в пазы встает. Вот эти голубые обои, я думаю, что мы будем искать уже готовые. Но если не найдем именно прям такой вот цвета, то купим обои под покраску. И покрасим их вот такой краской. Все фотографии с нашего дизайн-проекта я оставляю у себя в группе. В отдельном альбоме выкладываю. Так что кому интересно, заходите, смотрите. Можете скачать себе. Вдруг кому-то понравилось или пригодится. Может быть такое же расположение в комнате. Ну а на этом все. Огромное спасибо за просмотр. И до новых моих видео. Всем пока. Ну а в следующем видео мы поговорим о холле и о ванной. Такое будет объединенное видео. Субтитры сделал DimaTorzok